Жительница дома Носилкина, 19, боится выходить на собственный балкон. Бетонная плита на козырьке почти вся осыпалась. Осталась только ржавая арматура. В щелях заводятся дикие пчёлы. Во время дождя вода протекает в квартиру. Уже 21 год пенсионерка пытается добиться помощи от управляющей компании. Начала я ходить с 98-го года. Каждый год хожу, пишу заявление в ЖЭК. Мне, значит, это пишут, получили, расписались, получили, расписались. И больше никакого. Несколько лет назад частичный ремонт всё-таки проводился. Забетонировали и укрепили основание балкона. Козырьком заниматься отказались. Специалисты сослались на то, что это дополнительная работа, за которую им не платили. Я, оказывается, должна собрать всех жильцов и денежки у них просить, чтобы мне сделали. А кто это будет делать? Разрушение балкона – не единственная проблема. Лифт время от времени перестаёт работать. Пока его не отремонтируют, пенсионерка добирается до девятого этажа пешком. С сумками такое расстояние Раисе Степановне даётся с трудом. Любые прогулки для пожилой женщины становятся невозможными. Подышать буду ходить на балкон. Мне нельзя посидеть на балконе, потому что сыпется. Дома около 40 лет. Балконы нескольких квартир начали разрушаться спустя 20 лет с момента его сдачи. Это говорит о том, что изначально жильё построили недобросовестно. Сокращают срок службы балкона в погодные условия и неправильная эксплуатация. Управляющая компания за этот год получила несколько обращений от жильцов о разрушении балконных козырьков. Управляющей компанией заказана проектно-сметная документация на ремонт козырьков над балконами такой же серии, потому что появились обращения ещё такого же характера. После завершения выполнения работ по проектной документации мы заключим договор с подрядной организацией на ремонт таких балконов. Сроки выполнения работ будут определены после заключения договора между управляющей компанией и подрядчиком. Райси Степановне и жильцам домов с такой же проблемой остаётся только ждать.